Церковный праздник 27 ноября. Как провести канун рождественского поста? 27 ноября считают последним днем перед началом рождественского поста. Сегодня украинцы завершали все работы в полях и устраивали дома посиделки с разными угощениями. Что нужно делать, а какие существуют запреты в этот день, читайте ниже в материале. Какой сегодня религиозный праздник? 27 ноября Православная Церковь чтит память святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Христа и занимался изучением священного. Писание. Говорят, он умел воскрешать из мертвых. Однажды святой Филипп вернул к жизни мертвого младенца. Увидев, как воскрес Христос, Филипп пошел по городам рассказывать о христианстве и исцелять людей. Так он спас жену Антипата от укуса змеи. Спасенная поверила во Христа и рассказала обо всем мужу. Тот испугался, что вера будет распространяться по городу, и потому велел сжечь жилище, где проживали святые. Филипп умер в муках, а на месте его смерти выросла виноградная лоза. Запреты на Филиппов день Нельзя свирепствовать, спорить и ссориться. Не стоит начинать новых дел, финансовая удача будет не на вашей стороне. Нельзя выполнять ремонтные работы. Не стоит браться за рукоделие. Нельзя ходить в лес, потому что по верованиям, на охоту начинали выходить голодные волки. Однако в этот день было принято устраивать так называемые бабьи-посиделки. Когда работа в полях завершалась, скот был убит, хозяева и хозяйки накрывали щедрые столы и созвали к себе гостей. Таким генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Образом, люди хотели насытиться всеми вкусностями перед началом рождественского поста, когда есть это все запрещено. Обязательным было посещение церкви утром. Если девушка была еще не замужем, ей нужно было помолиться, чтобы в следующем году уже найти мужчину. Народные приметы. Иной утром, в следующем году, будет богатый урожай овса. Пошел дождь на Филиппа, можно надеяться на богатый урожай пшеницы. Ворона каркает, скоро оттепель будет. Облачность или снегопад предвещают непогоду на май. Если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то, согласно приметам, до следующего года семью не создашь. Кого поздравлять с именинами? 27 ноября свои именины отмечают Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Парифий, Александр, Гаврила, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна. Кроме того, в мире отмечают Международный день Библии, а в Украине в этот день, более 100 лет назад, основали Национальную академию наук. Ранее мы подробно рассказали о рождественском посту. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Этого года узнайте, можно ли вам соблюдать пост и как это правильно делать. Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.